Всем привет, Войны Света! С вами Арт Радио, и сегодня я хочу с вами поговорить про новые изменения в финалочке, которые коснутся пользовательского соглашения в игре, а именно, за что будут давать теперь временные баны, какие изменения были внесены в общем от старых правил использования игры, и какие будут теперь применяться ужесточения за реал мани трейдинг и прочих услуг в игре. Я считаю, что эти моменты очень важны для того, чтобы о них знать, и, как говорится, случайно не попасть под этот баннхаммер. Поэтому наливайте себе вкусняшку, доставайте под нее закусочку, и я вместе с вами пробегусь сейчас вкратце по этому списку и расскажу про самые важные изменения, о которых вы должны знать. Поехали! С последним обновлением и профилактикой серверов 26 октября 2021 года было выпущено новое пользовательское соглашение, которое многие по понятным причинам не читают, потому что там очень много текста, и, как мы привыкли с вами, не особо интересна информация. Плюс, оно пока что не отображается при запуске самой игры. Сами разрабы выложили очень довольно обширный пост на эту тему на сайте Лотстоуна, в котором как раз для многих игроков все по полочкам расписали и рассказали. Ссылку на полное пользовательское обновленное соглашение я обязательно оставлю в описании для личного ознакомления. Позже все эти обновления ведут в патче 6.0 при запуске самого лаунчера, дабы вы точно не пропустили все эти изменения. Давайте сразу начнем с Патти Файндера. В пользовательском соглашении разрабы добавили два новых пункта, в которых указали про действия с использованием Real Money Trading. Очень часто можно было заметить в поиске Патти Файндера на некоторых серверах предложение по типу «Пройду данж, триал или какой-нибудь рейд за реальные деньги». То есть вы заходите по этому объявлению, в описании будет какой-нибудь сайт и, возможно, личный дискорд тег игрока, с которым вы связываетесь и обговариваете все дальнейшие действия и оплату за данную услугу. Проблема в том, что теперь данные предложения и услуги добавляют даже в раздел «Обычные ежедневные рулетки». Ну, все разработчики, естественно, на это обратили внимание и начали предпринимать какие-то действия. По их словам, когда обычный игрок, который хочет найти себе группу для прохождения контента, открывает Патти Файндер и везде видит только одну рекламу с Real Money Trading за определенные услуги по прохождению или фарму. Ну, соответственно, это такой себе. Теперь же разрабы на основе РМТ-активности хотят ограничить рекламные действия в Патти Файндере в целом. Работать это будет по принципу предупреждений и штрафов только создателю данного объявления, а те, кто будут вступать и пользоваться данной услугой, каких-то наказаний ожидать не будут. Ну, за исключением слишком агрессивных попыток, ну, повторять это. То есть, если вы будете пытаться прям постоянно этим пользоваться, то и вам тоже бан прилетит, что логично. Разрабы не против, чтобы опытные игроки предлагали помощь другим игрокам пофармить чего-нибудь, там, выбить маунта или пройти сложный триал. Но никакой речи о РМТ или даже о игровой сделке больше идти не может. Именно в качестве продажи услуги, то есть даже за гилы. Вот один из примеров нарушений. Вы находите объявление о фарме маунтов. И там написано, что за данную услугу игрок хочет себе 10 миллионов гилов. То есть, это уже считается финансовой услугой в игре. Ну, или, например, он хочет какой-нибудь другой внутриигровой предмет, который можно передать другому игроку. Плюс, там какие-то ссылки на подозрительные сайты и, возможно, личный дискорд или сервер с услугами по бустингу-драйвингу. Это считается полным нарушением нового пользовательского соглашения. Опять же, повторюсь, что вы не получите никакого бана за использование такой услуги. Но лучше таким не пользуйтесь и пытайтесь проходить все сами в своей пачке, вместе со своей гильдией, например, ну, либо со своими друзьями. В примеры ненарушений входят следующие объявления по типу, вы новичок и может мне кто-нибудь там помочь пройти данный триал. Помогите мне там, например, выформить данных маунтов за 1 миллионов гилов. Или мне нужно пройти какой-нибудь данж и я готов вам заплатить 500 тысяч гилов. Ну, или что-то вот в таком подобном духе. То есть, за такой тип объявления, когда вы сами именно предлагаете то, что хотите пройти, и если готовы за это заплатить внутриигровой валютой, то это не считается нарушением и финансовой услугой. Понятное дело, если заменить гилы на реальные деньги, то это уже прямое нарушение правил. Поэтому соблюдайте все эти правила, и я думаю, все будет окей, и никакого бана вам не прилетит в случае чего. Но разработчики указали, что иногда некоторые из таких активностей могут даже проверяться, и в случае каких-то скрытых действий по получению выгоды будут наказываться. Дальше разработчики затронули штрафы за перепродажу земельных участков. Грубо говоря, нашим языком хотят наказывать барык и перекупов. С последним большим притоком новых игроков спрос на земельные участки и постройку домов на них очень сильно вырос. Если сейчас зайти в игру и попробовать что-нибудь найти для себя и купить, то вы, увы, потерпите фиаско. Свободных участков для покупки вообще нет. И на основе всего этого происходящего появились игроки, которые решили на этом чутка заработать и, скажем так, нечестным путем по отношению к другим игрокам продавать земельные участки, и после чего крутить так все это по кругу, получая для себя выгоду. Эти изменения будут очень жестко соблюдаться с релизом патча 6.1 и новой жилой зоны Эшгарда. Поэтому будем следить за всеми этими изменениями и надеюсь, что подобные инциденты больше повторяться не будут. Ну а игроков, которые будут дальше заниматься перепродажей земельных участков, будут просто банить. Дальше разработчики затронули запрещенные слова, маты и рекламу. С релизом 6.0 система по распознаванию нецензурных слов, скорее всего на Кириллицу это распространяться данное правило не будет, она будет слегка переделана и улучшена. Теперь не будет никакой токсичности в чате, на что я очень надеюсь. Система будет понимать, о чем идет речь и степень ее агрессивности. И в случае, если степень накала будет повышаться, она просто будет блокировать данные сообщения. Как это будет работать, на деле пока непонятно, но разработчики явно не хотят, чтобы в чате прогрессировала токсичность. И это есть варигуд, по моему мнению. То же самое касается навязчивой рекламы всяких сайтов по продаже услуг, внутриигровой валюты и прочего шлака. Я думаю, что вы это часто видите, когда бегаете по какому-нибудь большому городу. Систему прокачают и теперь такие сообщения вы будете почти не видеть, если, конечно же, рекламщики каким-то образом это дело не обойдут. Free Company можно будет без проблем рекламить в чате, как бы этого делать не запрещается. Также разработчики представили новую систему штрафных баллов для вашего аккаунта. Штрафные баллы относятся к определенным категориям нарушений. Например, это непристойные, агрессивные выражения, угрозы, клевета и оскорбления. Данные баллы будут варьироваться от типа таких высказываний в сторону других игроков. Общая сумма баллов будет определять тип наказания для игрока, который их нарушил. Данные баллы суммируются и будут отлично работать и с другими типами нарушений. Скажем так, вы получите бан на использование чата на целую неделю и бан на использование патифайндера. Все это вместе будет скалироваться и работать. Остальные штрафы и их виды остались прежними, особо не поменялись как-то. Данные штрафные баллы со временем будут уменьшаться, если после получения последнего из них прошло уже очень много времени. Но как-то на срок определенного бана это уже никак не повлияет. Просто вы уменьшите себе штрафной балл, если что-то нарушили и таким образом шанс получить какое-то наказание в игре будет уже меньше. Скажем, это эдакое предупреждение для вас. Разработчики надеются на то, что такие обновления сделают комьюнити менее агрессивным и предотвратят повторные нарушения игроков. В среднем, чтобы исчез один штрафной балл по заявлению разрабов должен пройти один год. Ну а более серьезные штрафные баллы могут исчезать с аккаунта на протяжении 3-6 лет. Поэтому токсичить будет теперь немножко опасненько. Ну и вроде бы это все, ребятки-котятки. Это были самые важные изменения в правилах использования игры. Теперь я думаю, вы знаете об этом немножко побольше для себя, кто не читает данные пользовательские соглашения. Понятное дело, что там еще куча всякого текста, но ничего сверхъестественного и опасного для вашей игры там нет. Так что можете на этот счет вообще не париться. Мне данные изменения очень понравились и я надеюсь, что они действительно будут работать и как минимум кучу реклам, услуг и токсиков из игры просто пропадут. В общем, будем смотреть на это все дело уже в процессе, когда выйдет скорее всего патч. Я думаю, что это, собственно говоря, система новая будет там работать прямо уже на 100%. Сейчас она только пока постепенно вводится. Как обычно, ребят, я буду рад вашему лайку, подписке. Также не забывайте врубать уведомления на канале, дабы не пропускать новые ролики. Be smile and happy, my friends. Увидимся с вами на просторах Эрзии.